Мы сейчас читали весь комментарий, если кто-то наблюдал, что он прям плавно перетекает из одной темы в другую, и нету нигде вот этих урывков, обрывков, каких-то топорчатых вырубок, просто прям текет это все, все привлекательно. Это совершенная религия. Если внимательно послушать, тут нету никакого Харикришнаизма. То есть это знание подойдет в любой традиции. Отношение, познание себя как души, Бога как всемогущей личности, да, и мои с Ним отношения какие. Вот эти три аспекта взаимодействия с Богом являются ключевыми. То есть это центральная ось нашей философии. Узнать себя сначала, кто этот Я. Одно дело, мы теоретически, Шила Прабх Пады говорит, можем узнать, что мы души, да, мы вечные там, и так далее. А другое дело, как это нам на практике почувствовать, что я душа. Иногда, может быть, мы чувствуем, что мы души во время там мантры медитации какой-то индивидуальной, мы можем почувствовать, что да, вот вроде бы я как-то. Не это тело. То есть это тело, это не я. И в какой-то момент раз, и Майя накрывает, и все, я опять тело. Даже могу всю джапу сие читать, думать, что я не тело. Ну, заканчивается мантра. Ну, то есть заканчивается наша практика индивидуальная, духовная. Мы встаем, и в этот момент уже, может быть, мы еще будем, как, знаете, как вентилятор, в который вот вилку вытащили с резетки, и лопасти еще крутятся по инерции. После повторения святого имени мы можем встать и пойти, и там что-то делать. Мы еще можем чувствовать какой-то, ну, как бы, отголосок этой духовной природы. И в тот же быстро очень там, буквально там какие-то минуты, мы уже забываем, что мы душа, мы тело, опять я тело. То есть о чем это говорит? О могуществе Майи. То есть что это за энергия такая могущественная? Она необычная энергия, это энергия Бога. Ее задача спрятать Господа. Не потому что этого Господь хочет, потому что этого люди хотят. Господь, как параматма, в сердце выполняет желание, говорит, пожалуйста, не хотите меня видеть? Создал вам сейчас декорации материального мира, за которыми вы потеряетесь просто, в этих лабиринтах вечных. Потеряетесь, не увидите меня. Иногда мы говорим, о, это иллюзия там, ситуация какая-то проходит. Мы думаем, о, это иллюзия. Это иллюзия. Ситуации только мы говорим. Вот, эта ситуация, это иллюзия. Теряем бдительность, не понимаем, что вокруг та же самая иллюзия, не только эта ситуация. Куда бы мы ни посмотрели, это все иллюзия. Это 10D формат, ну это минимум. Это иллюзорная вот эта энергия, она так действует, что мы, не только мы там в каких-то ситуациях видим, но это иллюзия, это иллюзия. Все иллюзия здесь. Тамахататва, энергия божественная, настолько могущественная, она выполняет свои обязанности на 108%, скажем так. Чтобы не распознать, где иллюзия, а не где иллюзия. Здесь человек подумает, наш долг распознать, где иллюзия, а где реальность. Это первый класс духовной жизни, учиться распознавать, где дух, а где материя. И как они между собой взаимосвязаны. Как же это сделать? С нашим слабым разумом. Да, преданное служение. Практический опыт. Просто заниматься преданным служением, бескорыстным преданным служением. И Прабхупаду говорит, внимательно, без оскорбления, воспевать Святое Имя. То есть лекарство и диета. Лекарство и диета. Когда Арджуна выслушал Кришну в шестой главе, где Кришна описывает принцип Аштамга-йоги, Арджуна говорит, это нереально то, что ты сейчас описал. Потому что мой ум беспокоен, да, он неистов, упрям, очень силен. Украдить его тяжелее, сложнее, чем остановить ветер. И ты описываешь мне сейчас вот эту систему, она нереальная просто. Почему? Ум. Вся проблема в уме просто, и все. И Кришна соглашается с ним. Да, молодец, Арджуна. Хороший ученик ты. Хороший вывод сделал. Потом он говорит, однако это можно все-таки сделать. То есть можно успокоить его? Как? Определенная практика, он говорит, должна быть. То есть кто-то определяет практику мне, не я сам. Это я всегда за высшую или за нижнюю планку. Кто-то должен со стороны опытный человек, должен мне определить, чем мне заниматься, какую практику должен выполнять. Определенная, определить ее должны. Это лекарство. Это лекарство, он говорит. Вот тебе лекарство, определенная практика. И так же он дает диету, Кришна. Лекарство без диеты может не сработать. А диета, он говорит, отказ от мирских удовольствий. Потому что одно дело, если ты будешь просто заниматься практикой духовной, и по-прежнему всегда леять вот эти материальные наслаждения, желание удовлетворять свои чувства, то тогда это будет бесполезная трата времени. Это как на лодке плыть, просто не подняв якорь. Вроде бы динамика какая-то есть, там гребет, да, там вез там что-то. Брызги идут, лодка там шатается, все так. Да, мы стоим на месте. Отказ от мирских удовольствий, диета, она поможет тогда приблизиться к чистой благости. То есть к чистому знанию. Пережить этот опыт уже будет проще, легко. Хотя всегда будем его переживать. Посмотрите, что нас тянет в духовной жизни вперед. Что тянет нас? Что является стимулом, который позволяет нам каждый день вставать и продолжать свой духовный. Служение. Продолжать, продолжать и продолжать. Что вы видите? Служение и ярость. Каждый пережил какой-то опыт духовный, маленький даже. Какой-то маленький опыт пережил. И вот этот опыт продолжает нас стимулировать, идти по этому пути активно. Кто-то получил, например, этот опыт при воспевании святого имени. Кто-то изучал Багладдиту и в какой-то момент что-то реализовал реальное. Кто-то, делясь реализациями, с кем-то открыл свое сердце. Человек получил это семя непосредственно в сердце. Кому-то Прагупада во сне пришел, что-то сказал или что-то как-то проявился. И все. И кто-то Кришну может где-то там скользко увидел каким-нибудь периферийным зрением. И все. И не может никуда теперь уйти. Теперь вот эта реализация будет продолжать вести нас. Как вы сейчас уйти назад? Можешь уйти, конечно, назад. Этот вкус, да? Вот этот вкус. Этот вкус он будет все равно нас тянуть обратно. Обратно идти по духовному. Поэтому этот опыт важно переживать периодически. Мы должны стремиться просить Господа, чтобы он дал возможность переживать эти опыты больше и больше. И чтобы наша вера усиливалась. Иначе просто на сухой философии, на каком-то таком, ну, искусственном, энтузиазме, долго мы не протянем в духовной жизни. Мы видим, мы наблюдаем, многие люди, они не идут по этому пути. Хотя тоже вроде бы присоединялись, читали, соглашались со всеми. Говорят, да, это супер, классное знание, хорошая философия, практика тоже, все-все. Но через какое-то время мы видим, их нету, они уходят. Почему? Не пережили этот опыт, где-то совершались какие-то оскорбления. Оставались сильные, глубокие, ну, как бы, желания наслаждаться материальными, ну, чувственными наслаждениями. Остается этот опыт просто и все. Там есть опыт живой. Человек выпил, там, водки, там, или наркотика какого-нибудь. Он пережил этот опыт, он говорит, о, еще раз, еще раз, еще раз. Живой опыт переживает человек. Но здесь говорится о живом опыте непосредственно в отношениях с Богом, души и Бога. И этот опыт уже ни с чем, вот, ну, не заменить ему ничем, ничем не сравнить. Особенно те, кто, может быть, в Дхаму ездил. В Дхаму ездили в святые места, находились в этих водоемах, омывались, находились там, в храмах, в самадхах каких-нибудь, в лицах там. Переживают этот опыт богатый. Для этого и нужно ездить в Дхаму, для того, чтобы встретить садху. И он открыл святое место, чтобы пережить опыт непосредственный. И этот опыт, он нам будет, как бы, большим таким подспорьем, подмогой, хорошей, на всем, на духовном пути. Потому что живой опыт переживает. Харе Кришна, прядное Божие, что-то пообсуждаем. Наверное, есть что обсудить. Да, можно вопрос? Да. А вот приоритет, ну, вот прядное служение, ну, вот. Может, все, в основном, грехаски. И как вот приоритеты расставлять? Ну, приоритеты должны быть там домашние, домашние или преданное служение? Сад. Преданное служение, оно не определяется ашрамами. Оно за пределами. Варнашрамы. То есть, Бахти, оно не зависит. Если вы дома выполняете обязанности перед своими, ну, потомками, только потомством перед своим, да? Вы понимаете, что эту ситуацию для вас создает Кришна, Параматма? Не так, что я в дом хожу, и здесь Параматмы нету. Параматма осталась там на программе. А тут уже все не Параматма, тут, ну. Да, это вопрос нашего настроения. Вот наше настроение просто, оно определит. Преданное служение это или не преданное служение. Мы не ожидаем ничего. Мы стираемся за детьми, упираемся за всеми, да, в квартире, готовим что-то. Зачем мы это делаем? Мы выполняем свой долг. Это Дхарма. Это Дхарма, да. Но Бахти выше Дхармы. Если я просто выполняю долг, я просто высохну однажды. Как это делают? Миряне, посмотрите. Люди составивают все уже. Они вроде бы тоже выполняли обязанности, но счастья внутри так и не обрели. Почему? Зачем я эту Дхарму выполняю? Мотив, мотив выполнения этой Дхармы. Потому что Кришна там говорит дальше. Оставь эти все Дхармы. Эти все выполнения обязанностей. Они не приоритетны, он говорит. Приоритетно твое настроение. В каком настроении ты выполняешь Дхарму? Для чего ты это делаешь? Ну, к примеру... Сейчас вот мы были на Национальном Совете в России. Вот я прям с него шестеревый. И у нас последние полдня мы обсуждали Вайшнадский сельхоз общины. То есть как сейчас? Перейти в эту форму преданного служения, что Прагхупаду удовлетворить, потому что он оставил нам вот эту, скажем так, ну воткую обязанность всем нам. Развить Варнаши. И в конце концов, ну, перейти на простую жизнь, возвышенное мышление, на эту философию перейти просто. И в процессе обсуждения беседа как бы переключилась в формат служения коровам, заботы о коровах. И знаете, когда сидят преданные разных уровней сознания, то у кого-то возникает ну, такая форма обусловленности. В хорошем смысле слова имеется в виду. Что вот есть коровы вриндаванские. Вот они настоящие коровы. Ну, вот эти вот с горбами, знаете, такие. И так далее. То есть, это настоящие коровы. А все остальные коровы, это, ну, как бы тоже коровы, ну, они как бы не коровы. Ну, как коровы, ну, не настоящие. И вот служение этим коровам это бахтии. А служение вот таким коровам это, ну, не чистая бахти, скажем так. Но это вопрос только сознания. Прабхупада говорил, нету разницы между этими коровами. Это вопрос только нашего сознания. В каком сознании мы служим? Мы можем иметь эту корову с горбом, с этой настоящей. И по-прежнему продолжать заниматься глупостями в этом мире. Мы можем это видеть даже в Индии. Там есть эти коровы. Никто на них внимание обращает. Люди могут спокойно подойти, если корова лежит на дороге, перекрыла там для машин проезд. Я наблюдал, что человек может выйти с машины, пнуть ее просто, чтобы она встала и отошла в сторону. Просто, может быть, у него нету как бы зла какого-то внутри, там, что-то ей боль какую-то причинит. Но он уже обусловился этим, ну, как бы, принципом материальной жизни, мне, что у меня есть машина, я здесь господин, вот дорога, она для меня, я сейчас тороплюсь, мне некогда, ты здесь лежишь, в общем, подошел, и так он же не подойдет, не покланится перед всех, что-то там выразит почтение ей, там, цветочек предложит, и тут же проведет, скажет, «Матушка, можно вас как-то попросить подвинуться тут сейчас, вот люди будут ездить?» У него же не хватит шахты такого, поэтому он думает, тогда быстро все, его ногой ее просто пинает, давай, ну, отойди в сторону. Как бы зла там внутри, он не держит, но поведение, посмотрите какое. И тут не вопрос даже, какая-то корова, священная корова, или просто там, не священная. Также и здесь, выполнение дхармы, приоритетность, любое действие, которое вас связывает с выполнением обязанностей для Бога, является приоритетным. На данный момент, если вы жарите картошку, имейте в виду, это сейчас приоритетное преданное служение. Думайте об Кришне в этот момент, сильно прям думать, и это приоритетно. В отношениях мы общаемся с кем-то друг с другом, это сейчас приоритетно. И как это общение сделать приоритетным? Как это делать? Надо вспомнить Кришну и попытаться о Кришне поговорить. Попытаться просто и почувствовать, что не так-то просто. Харе Кришна, Прабу, Харе Кришна, Ахматаджи. Не получается, что-то, о чем Кришне говорит? Ну, что о нем говорит? Попробуйте сейчас. Сейчас посмотрите друг на друга, соседа в себе, выберите, каждого. Поздоровайтесь друг с другом, скажите, Харе Кришна. Нет, только поздороваться нужно было, и все. И все, пока. Чувствуете, да, сразу кого-то несет, сразу, да? Ну, теперь о Кришне поговорите. Говорите-говорите, пробуйте-пробуйте. Ну, и пришли поговорить, я приезжаю специально. Как будто он на иностранном языке, да, говорит? Иностранец какой-то. Не имеется ли язык, а что-то... Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, что во всех разговорах центральной фигурой являюсь я. То есть, либо это обо мне говорится, либо о чем-то, о том, где я какую-то имею, может быть, родственную какую-то, да, да. А тут раз, меня нету, причем, меня вообще нету нигде, тут Кришна должен быть в центре. Более давно, может быть, может быть, удается проговорить, но все равно, где-то я рядом тоже с Кришной. Как без меня. Как без меня вообще. Вот в этом трудность, мы сильно сосредоточены на себе. И приоритетность, она заключается в следующем. Я пытаюсь сначала понять, а как связать это с Кришной? Как связать это с Ним? Может быть, не сразу прям я оню, а как с Ним связать это? В связке. Это йога, связь. Если мы будем прилагать усилия постоянно, то есть думать, как то или иное действие связано с Кришной, постепенно, постепенно это перерастет в естественную привычку. О чем бы вы ни заговорили, вы сразу будете думать, а где Кришна здесь? Чтобы вы не начинали делать, вы будете думать, а где здесь Кришна? Три вещи. Мысли, речи, поступки. На всех уровнях нужно принести туда Кришну. Попытаться. И не сбавлять обороты. Не так, что сегодня у меня не получилось, завтра я выходной себе сделаю. Поучусь, как это делать. Каждый день надо это делать. Мы ложимся спать. О чем нужно думать? А как о Нем думать? Мы просто читаем сказки на ночь. Для взрослых. Источник вечного наслаждения. Там Кришна Кадха, там меня точно нет. То есть, как я могу попасть на страницы Бхагава там? Нету там. Просто почитать. Или послушать аудиоформат десятой песни или источника. Терпеливо просто слушать. И с этими мыслями засыпать. А это значит, вы проснетесь с этими мыслями. Первое, что придет на ум, это то, что вы вчера последнее слышали. Хорошо, если мы еще впечатлимся чем-то, когда слушаем. Мы не просто слушаем, но когда уже я уснул? Когда уже уснул? Не, а мы прямо впечатлиться должны, как там Кришна ведет себя, как он демонов убивает, с каким настроением, то есть, как он общается с друзьями, как с врагами общается, то есть, как мы в его пхаву ходим, как он ведет себя в отношении со своими там супругами, да, там с коровами, там и так далее. Мы пытаемся понять, как, то есть, мы интересуемся, нам интересно подслушать, чем Кришна там занимается. Если мы будем прилагать в этом усилия, то весь день мы будем ждать только одного. Быстрее бы этот день закончился и вечером опять погрузиться в Кришна-катху. Услышать, что же он там дальше будет делать. И так каждый день по одной главе. Каждый день, каждый день. Потом раз, закончились, и он будет говорить, давай, уже 89-е, давай, уже 90-е, ура! Конец скоро будет уже этим мучением всем. И на следующий день опять первая глава, видение. И он говорит, не-не-не, мы это уже слушали. Важно, давай, еще раз послушаем. Начинаем слушать, и он протестовать будет. Он будет, давай еще что-нибудь, давай, читай, начали там лету. Давай там еще что-нибудь, только не это сейчас. Нет, только это сейчас. Давай привяжемся к Кришне, надо умутать говорить. Давай к Кришне привяжемся. Еще раз послушаем. Молитвы по богов. Боги молятся опять, просят Господа прийти. И вы будете понимать, что вы как будто первый раз слышите это. Кришна так и сердце будет действовать. Для чего? Чтобы привязать нас к Нему. Нас единственное, что привязывает, это впечатление какого-то сюжета. Впечатлиться мы должны. И дальше идем. Потом опять рождение Кришны. Опять там детей убивают. Опять там дальше. Да, опять там все это Вриндамская Абхава опять. И заново, и заново. И потом Кришна растет уже. У Матхуры уезжает. Потом с Матхуры в Двараку и так далее. И потом там эти лилы идут. Взрослые уже лилы. И потом раз опять. Молитвы по у богов. Подождите. Он скажет, мы это уже слышали. Неважно. А что ты хочешь, Шум? Чем ты хочешь заняться? Он говорит, ну вот тем, вот тем. Так ты этим уже занимался. Множество жизней ты этим занимался. уже. Почему ты опять этим занимаешься? И он устыдно станет. Он скажет, о, раскусили меня. Он скажет, давай, не, не, давай лучше от Кришны. Сейчас не скрывай все мое, ребята. Неприятно. Давай лучше Кришну будем слушать. И заново, и заново, и заново. Жадно, жадно пить. Пока просто центром, или смыслом нашей всей, как бы, внутренней вот этой потенции мыслительной не станет Кришна его лилой. Его окружение. То есть, его деяние, его спутники просто, тхама его. И у нас пока есть такая возможность, пока мы еще, ну, в телах, пока мы еще, ну, не вышли из тела. Потому что, кто его знает, какое будет следующее рождение? Не нужно быть такими уверенными нам, что раз ее в следующей жизни прям на галоку. Сразу. На галоку, да, прям сейчас надо идти на галоку. Как? Слушаем Кришна лилы, это значит мы на галоке в это время. Просто мы слушаем Кришна лилу, это значит мы на галоке. Привязаться к галоке нужно. Беспривязанности мы туда не попадем. Просто формально мы джапу читаем, книги читаем, мы там служением занимаемся, общаемся с преднами и просаскушаем. Просто делая это, не развивая вкус, сильный вкус к Кришне, мы не попадем туда, куда можно. Мы можем просто на второй год остаться. Опять то же самое дело. Но если мы привязываться, мы хотим Кришне прям привязаться к нему. Он сам это устроит для нас. Он же в сердце наше. Он знает наше желание, мы хотим привязаться. Он говорит, ладно, давай, сегодня тренируйся, слушай, а завтра днем я начну тебя привязывать к себе в ситуациях каких-то приоритетных служениях. Давай, иди в туалете уберись. В сердце он раз нам скажет, надо в туалете убраться. И он скажет, но это же не приоритетно. Причем из туалета и Кришна. Но это испытание. Забудем мы Кришну это время в туалете или нет? Потому что в туалете так же можно не только убираться. Что еще там можно сделать в туалете? Можно же и тело оставить там. Никто же не застрахован. Никто. Матэ же, которая куда-то три назад в барону зашла в туалете и оставила тело. Там начал оставлять его, по крайней мере. Не планировала, нигде у нее не прописано, ежедневники не было, что надо зайти там, сосредоточиться на Кришне. В этом заключается наша серьезность. Приоритетно все. Любая деятельность приоритетна. Вопрос только нашего сознания. Насколько мы осознаем. Кришна говорит, что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, какие бы ты опасения совершал, делай это как подношение вне. И тогда ты не потеряешь меня, то есть не обрастешь грехом. То есть на мне сосредоточься. А можно спросить, чем отличается медитация на Кришне и на фанатизм? Фанатизм это я на себе сосредоточен, не на Кришне. Я на себе сосредоточен. Даже если я говорю о Кришне, все вы относите себя очень. Я на себе сосредоточен, да, да, да. То есть это я значит, просто могу приносить беспокойство людям, мне не важно понимать, люди меня или не понимают, когда я Кришне говорю. То есть я все равно являюсь центром медитации. Я беспокоен о своей духовной жизни сильно. И мне не интересны все люди, все живые существа вокруг меня. Или, например, я хочу источник вечного наслаждения, читать, а у меня ребенок плачет, я не хочу на это обращать внимание. Это фанатизм. Я на себе сосредоточен, мне ребенок не интересен. Я не понимаю, что в сердце этого ребенка сейчас параматно. Почему ребенок плачет? Не знаю, почему он плачет. Мне не интересно. Замолчи, мне надо источник читать. Да нет, вот он твой источник вечного наслаждения. Взывает, он взывает просто, что-то просит, любви просит. Надо дать ему любовь. Иначе Кришна может проявиться так же, если мы забываем про детей. Мама Ишота взяла Кришну, положила под телеву. Они там заняты такие все были. На Амдаму горать. Все там бакты, они в каком-то приготовлении были. Что-то они в такой, ну, в таком блаженстве там все за... И Кришна маленький, он только родился, только вот-вот-вот. И мама Ишота его от солнца спрятала под телеву. Положила его так. Ну, что там, он там отдыхал.